Всем привет! Сейчас мы с Мирославой покажем вам красивый вариант рождественской прически для девочки. Если у вас были локоны, то просто расправьте их руками, а затем выделите височную часть для того, чтобы сделать из нее косичку. Косичку я плету обычную, без подхвата, это не колосок. Я плету несколько вперед и дальше возвращаюсь к первому делению, начинаю ее как бы немножечко растягивать и расслаблять. Дальше продолжаю плетение и в конце самым я резиночкой силиконовой, прозрачной, обычной совершенно косичку эту зафиксирую. Это будет временная резиночка, поэтому сильно ее, пожалуйста, не фиксируйте и в конце мы ее расслабим. С другой стороны делаю все то же самое, такая же у меня будет косичка, тоже без подхвата и тоже обязательно она будет с вытягиванием, для того, чтобы она смотрелась более объемно и текстурно. Можно также сделать косичку чуть больше, для того, чтобы она у вас была больше, нужно просто выделить большую часть волос у височной зоны. Расслабляю каждую более-менее одинаково, чтобы две косички у меня совпадали между собой. Тоже фиксирую на временную резиночку и после того, как я завяжу кончик, я соединяю две косички и проверяю, чтобы они были у меня одинаковые. Примерно по толщине проверяю макушку, выравниваю ее и после того, как я убедилась, что здесь у меня все отлично, я закрепляю их уже постоянной прозрачной резинкой, а в процессе закрепления временной резиночки я как бы стягиваю. Очень важно, чтобы они были не туго зафиксированы, чтобы девочке не было больно. И уже в самом конце, после того, как я соединила две косички, я обязательно пройдусь еще раз по двум косичкам пальчиками и немножечко их как бы подрасслаблю, подвытяну и проверю макушку, чтобы у меня все было ровненько, красиво, аккуратно и текстурно. Выберу самый красивый алый бант на Рождество, как символ и креплю заколочку прямо на резинку. Держаться будет крепко, надежно, выдержит весь детский праздник и немножечко прочешу локоны для большей аккуратности самих прядок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова